Вчера прошла презентация Microsoft. Нам показали множество интересных игр, мне, конечно же, безумно интересно, что там в итоге получится со Stalker 2, но Стражам будет интересен другой ролик. Новый геймплейный трейлер к дополнению с Загранью Света, который во всей красе показал нам новые способности Стражей. Стазис. Теперь давайте вместе посмотрим этот трейлер подробно, покадрово и обсудим, что же нам там такого показали. Ну, во-первых, геймплей, записанный для этого ролика, это долгожданные консольные 60 кадров. Разработчики заявили, что скоро будет представлена обновленная под систему Xbox Series S версия игры, которая будет работать в 4К и 60 фпс. Глориус, одним словом. Открывают трейлер заснеженные пейзажи Европы. Стражи, словно полярники с огромными рюкзаками за спиной, пробираются через снега по колено к неким постройкам, около которых мы видим узнаваемые силуэты. Эрис, Скиталец и Эгзо Незнакомка. Вероятно, это кадры самого начала сюжетной кампании. И тут мы, впервые высадившись на новую территорию, присоединяемся к группе, которую видели еще в первом трейлере. Затем кадры переключаются на сидящего в окружении осколков стазиса падшего. Он не похож на Эрамис, скорее это обычный враждебный юнит, так что внешний облик врагов будет слегка изменен. Это непривычные нам падшие. Как и способности их боя. Напоминает историю, когда падшие использовали против нас Сиву. Вроде противники были нам знакомы, раса та же, однако их атаки были новыми и внешне они немного отличались. На словах Эгзо Незнакомки мы снова переносимся за спину боевой группы. И тут можно уже разглядеть новую легендарную винтовку, которую нам показывали разработчики на стриме GCX 2020 примерно месяц назад. Узнается приклад и яркий цвет. Мне кажется, что это винтовка разведчика, как и винтовка у стража слева. Я очень надеюсь, что этот тип оружия получит значительный баф в ПВЕ с новым дополнением. И она у них за спиной не случайно. Кстати, эту красную винтовку мы еще увидим позднее в руках стража в этом же трейлере. После смены кадра нам показывают огромный корабль падших, как те, что мы уже видели и посещали на Луне или на Венере в первой части. Корабль завис над какой-то старой базой времен Золотого Века. Очевидно, это стратегически важная точка, ведь у подножья ледника мы можем видеть снова тот самый лагерь, к которому мы шли в начале ролика. Две человеческие фигуры около этой... юрты. Разобрать сложно, но можно предположить, что этот маленький лагерь станет нашей мини-социальной зоной, где мы будем общаться с Эрис, скитальцем или Эгза. Брать у них задания, докладывать о своих успехах и все вот это вот. После мы как раз переносимся внутрь корабля падших. Интерьеры узнаются довольно просто. Залы очень похожи на те, что можно увидеть на миссии с Таниксом, например. После, на буквально секунду, мы видим локацию, напоминающую пирамидион с Ио, который как раз таки пропадет. Вот этот момент меня и правда заинтересовал. Как постройки Вексов оказались в такой мерзлоте? Это перенесенные обломки уничтоженных планет? Видения? Безумно интересно узнать. С этой локацией есть еще несколько скриншотов в пресс-наборе к дополнению. Интерес подогревают они прям знатно. Дальше мы на пару секунд можем любоваться новым снаряжением Стражей, утепленными наборами брони, после чего начинается главное шоу – демонстрация способностей Стазиса. Первым новые силы активирует Титан. На его руках появляются некие морозные наросты, которыми он бьет по земле и пускает разрушительные волны в противников. Следующим действует Охотник со своей гранатой. Бросив ее в вертикальную стену, он создает платформу изо льда, по которой можно карабкаться. А при атаке следующей группы противника Охотник бросает ледяные топорики во врага. Анимация напоминает суператаку Солнечного Охотника в средней ветке сейчас. Новая граната Варлока, которую нам демонстрируют далее, способна заморозить врагов, что выглядит просто очень круто. В комбо с другими способностями это будет работать очень эффектно. После сразу две способности Охотника демонстрируют в геймплее ПВП матча. Сначала Страж бросает под себя новый тип гранаты, которая мгновенно поднимает из земли ледяную глыбу, по которой можно забираться или использовать как укрытие. После чего метательными ножами Страж замораживает двух игроков противника и полностью их обездвиживает. Что просто срывает голову. Заморозки других игроков в Destiny еще не было. Так что мне не терпится скорее дать своему Охотнику освоить эти умения. И прошу обратить внимание, это не суператака. Метание этих замораживающих клинков выглядит словно это обычная заряженная атака ближнего боя. Вау! Что, пора собирать сет на быстрый откат милишки, да? Затем мы снова переносимся назад на Европу, где нам на мгновение показывают способность Варлока. Он создает некий Жезл, из которого сразу вылетает небольшой фрагмент, который также замораживает врагов. А Титан тут же врывается в обездвиженную толпу, чтобы разбить их на куски. Кстати, вполне вероятно, что это кадры из рейда, ну или из его локации, склепа глубинного камня. Поскольку эту комнату мы можем видеть на скриншотах рейда на странице дополнения на сайте Банжи. Пока Охотник разбивает замороженную группу врагов, словно Титан, на заднем плане можно разглядеть сражения падших и вексов. Неужели вексы и правда собрались тоже завладеть стазисом? Причины их появления на этом леднике и правда будет интересно узнать. Кстати, после презентации Люк Смит заявил, что все противники рано или поздно овладеют силами стазиса. После еще несколько динамично меняющихся кадров с различными атаками стазисом, все замирает. А затем Варлок активирует новую ульту с ледяным Жезлом, врываясь в толпу врага. Потом переключаемся на Титана, рвущегося с кулаками в бой. И вот тут мы можем разглядеть новый экзотический гранатомет, я так думаю, который как раз стреляет снарядами со стазис уроном. Что по сути является первой демонстрацией оружия с новой стихией. Разглядеть какую-то его особую атаку не удается. Но мне нравится как это все выглядит. Надеюсь, это очередной причудливый экзот вроде анархии, который удивит нас способами применения. Говоря об экзотах, этот гранатомет показали на странице дополнения, которая обновилась после презентации. Показали рядом с другим экзотом, предположительно мечом, который внешне выполнен в той же стилистике. Вероятно, что это оружие использует какие-нибудь затерянные технологии золотого века, потому оно выглядит так странно со всеми этими микросхемами и проводами наружу, словно собрано как экспериментальное оружие. В подтверждении этому можно заметить абзац, в котором написано, что кое-кто полагает, что Европа всего лишь мерзлый могильник золотого века, сокровища которого давно укрыты от посторонних глаз толще льда и тьмы. Но вас не проведешь. Где-то под руинами хранятся бесконечные реликвии и горы оружия. Кто знает, что еще можно найти. Пора вырвать передовые технологии из цепких лап времени и покорить пустоши Европы. Заманчиво, не так ли? Что ж, трейлеры всегда выглядят очень круто, ярко и, возможно, мы чего-то даже важного там могли не заметить, но все же я жду с нетерпением статей и больших подробностей о новых способностях. Впервые со времен старта Destiny мы получаем в свое владение новые силы. Как это может не волновать? Я буду следить за всеми новостями и обязательно расскажу о самом важном и интересном вам. Ну а ты, чтобы не пропустить, подпишись на канал. Осталось уже менее полутора тысяч до отметки в 100 тысяч подписчиков. Поднажмем, Стражи? С вами был Джонни Лейни. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok